всем привет меня зовут алена я 4 недели нахожусь под воздействием психотропного террористического оружия в открытой фазе как оказалось в итоге что она была всю жизнь это видео я записываю для себя ничего нового я не про психотропное воздействие не расскажу но хочу отметить все что происходило у меня чтобы это было записано собственно может быть какие-то нюансы и детали я смогу подчеркнуть и кому-то это окажется полезным значит после что с чего все началось с дикого с дикой клеветы от людей якобы от людей которые я слышала то есть это обзывательство оскорбление каждого мимо проходящего человека что от меня воняет что я шлюха последняя что меня все что меня все изнасиловали и что я не знаю пока еще сколько у меня на самом деле мужчин было хотя все это неправда в общем все это воздействие разрушила мою жизнь про молодого человека расскажу отдельно то есть он тоже в этом поучаствовал но через внушение и также еще я уволилась престижной работы на которую теперь вряд ли я смогу когда-либо вернуться так как я просто не вышла на работу и были прогулы начать с чего все началось и услышала клевету и обзывательство оскорбление у меня начала сходить с ума после чего я не вышла на работу отдала ключи и в эту же ночь мне устроили концерт под воздействием аудио аудио эффекта значит играли со мной в мир криминала кто знает про такие игры значит меня пытались убить через внушение через унижение то есть между собой они якобы отправляли на всю страну на весь город всем группам мои личные видео фотографии интимные все части как меня насиловали как меня обкладывали другими интимными мужскими частями между собой естественно все это они обсуждали провоцировали меня на истерики на нервоз что собственные получали потому что у меня реально срывала крышу я сходила с ума и не понимала откуда вообще люди могут какие-то снимать видео что-то знать в итоге по факту и в том числе проводился и ганг сталкинг про это я тоже расскажу отдельно я просто хочу сначала начать с чего с чего все это началось все это было в скопе вместе и и газлайтинг и внушение и запугивание и все это было в моей голове естественно при подключении ты начинаешь просто сходить с ума и все что они от тебя хотят чтобы ты сама себя убила спрыгнула с крыши ну уже покончила с собой собственно как я сейчас уже на данный момент думаю что в открытой фазе это фаза убийства на самом деле они хотят убить таких людей которые не внушаем и которые им больше не нужны которые с ними в этой системе не участвуют и не хотят участвовать еще и сопротивляются поэтому они хотят собственно нас удалить как они в этой игре называют убийство людей удаление в том числе мою семью естественно они естественно знают про моих родных всех кого я люблю естественно подключение к мозгу дает колоссальный эффект понимания вообще всей моей жизни моей сути и в том числе даже моей памяти значит все что смогла я понять за две с половиной недели в этой игре криминала что они реально дают клички то есть я была я была с кличкой управляющий ну потому что я работал управляющим магазине значит если мой ранг повышался ты остановилась директором генералом если мой ранг в этой игре понижался я становилась продавцом либо уборщицей значит мозг грубо говоря заставляли и насиловали участвовать в этом всем потому что я реально боялась после того как они поняли что удалить они меня не могут то есть я с ними мне внушались до этой игры определенные вещи возможно даже годами возможно за за это время подготовки подготовка была колоссальная то есть они внушили очень много вещей которые я уже начала провести мозг мозг автоматом начинают проецировать то есть если 33 раза тебе повторить что ты будешь директором то в итоге в игре ты все равно будешь директором значит мои роли были значит слова которые я помню и мозг не может их забыть до сих пор то есть это все было внушено мне что мама моя в этой игре министр обороны папа мой значит генерал сам грубо говоря самый главный человек в этой игре что я дочь генерала значит что меня не могут удалить что значит одним даже было сказано естественно электронным аудио что меня не могут удалить двадцать пять лет то есть я так понимаю что мое насилие идет с детства вот и а также другие слова которые уже подвязаны и в детство и очень 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 много историй потому что реально если это все происходит 20 лет вашей памяти когда начинают резко ковыряться и психологически воздействовать и не берут любую историю и начинают ее подвязывать в эту игру например в детстве мы играли в карты игра называлась ду тянуть душу соответственно в игре я могла тянуть души других людей удалять этих людей и это было наказуемо то есть если я у кого-то удалила или забрала душу то я сразу получала какое-то воздействие ну психологическое как минимум что меня идут насиловать убивать убивать всю мою семью и так далее вот собственно что я узнала из этой игры в этой игре естественно не ставят ставки покупают фотографии за деньги во всем участвуют деньги то есть все аудио все что было записано возможно даже в режиме реального времени они садятся за столами и значит играют с вами с вашим мозгом вот в такие вот игры как я поняла в итоге что со мной играли всю жизнь в любовный мир значит что это означает то есть это насилие над человеком в прямом в перему в переносном смысле потом мы объясню и дело в том что я на самом деле абсолютно не такой человек естественно и с ними в эти игры я видимо уже перестала давно играть я закрылась от всех и ни с кем не общаюсь не с никому не делюсь никакими подробностями фотографиями и так далее информацию больше не про меня собирать не могут и в итоге получается что они решили видимо что я не нужно во всяком случае в это в этом мире любви уж точно плюс я естественно под воздействием начала плохо выглядеть ну грубо говоря моя жизнь была дом работа то есть никакого развития хотя у меня аналитический склад ума великолепные знания великолепный опыт работы у меня замечательное образование я по образованию бухгалтера аудитор я работала всю жизнь в торговле и продавцом и оператором и товароведом и в общей сложности я уже последние года работал управляющим магазином я достигла хорошую категорию которую в нашем городе немногие могут получить то есть профессиональное развитие карьера у меня было достаточно крепкая если бы меня не гасили если бы всего этого психологического психотропного любого воздействия на меня на мой организм не было то собственно я бы могла достичь намного больше чем просто управляющий значит в общей сложности в этих играх скорее всего все играют деньги то есть для каких-то богатых людей кто любит эти все извращения для них просто заплатить тридцать тысяч получить в видео какую-то и использовать его для своих естественно что в итоге они хотят и пытаются достичь его вот этой энергии негатива зачем они питаются возможно что хотят реальное господство потому что люди не попадающие под внушение автоматически становятся вот этими мишенями но в моем случае мне я не могу до сих пор понять почему решение я стала в 12 лет во всяком случае как они об этом говорят то есть в 12 лет ребенок который физически не может ну никак не может проявлять свои какие-то лидерские качества отличные от всех уж явно я была обычным ребенком и естественно мои родители никакие не генералы и не министры обычные люди что они конкретно хотят из что я знаю это в городе тысячи девушек и мужчин то есть об этом не было сказано именно живым живым ган сталкер да как он называется именно живым сталкером об этом мне все было рассказано что очень много таких людей но тогда он действительно не знал что на меня идет психотропное воздействие что у меня грубо говоря насилуют мозг мой из издеваются надо мной и над моим организмом этого естественно они всего не знают им было скорее всего рассказана вот эта история как в которую собственно они играли всю жизнь значит что хотят они что хотели они от ребенка это огромный вопрос который я наверное пытаюсь для себя выяснить непонятно зачем потому что если уже есть это воздействие 20-летняя то как бы от него уже я так понимаю не избавиться для чего мне это надо возможно просто знать причину зачем среди допустим тысяч людей выбирался 12-летний ребенок который собственно никому не мог даже физически навредить не убить не с воровать и жизни я вообще этим не занимаюсь против наркотиков против против плохого образа жизни я абсолютно плюс я еще заставила себя бросить курить в 24 года тяжело мне далось очень тяжело мне это далось но курение мое прекратилось в том числе которое тоже является негативным воздействием то есть это не вам внушают что вам нужно грубо говоря разрушать своем их организм использую все же и также к выводу я пришла что используют одни биохимическое не только психологическое оружие на живых людях что собственно не имеют права никакие чипы конечно не имеют права у людей внедряет то есть двенадцать лет если чип был внедрен специально то есть это был скорее всего какой-то маньяк извращений ну во всяком случае я вот так вот почему-то думаю восемь лет во втором классе восемь лет во втором классе у меня произошло в школе измассилование которое скорее всего было стерто потерто не знаю что с ним происходило все что я помню из этого как мужчина взрослый смотрит замоченную скважину когда я ходила в туалет это было часов пять или шесть вечера вторая смена я подошла к двери он мне не дал зайти в класс и что-то мне сказал и начал щупать мой зад ребенка восьмилетнего и дальше я помню что он не отзвал на третий этаж рукой как бы заманивал и картинки которые всплывают естественно дальше то есть насколько это все правда или нет я уже точно не знаю никому об этом я не рассказывала ни с кем с этим никогда не уделилась я закрытый достаточно человек сама по себе всю жизнь по характеру я все проблемы все в себе возможно опять-таки из-за их же воздействия значит то есть это уже это было восемь лет то есть они говорят что они подключились в 12 лет возможно что с восьмилетним и изнасилованием они готов готовились заранее смотрели изучали человека именно сталкеры чтобы подключать чип или не подключать хотели может быть что и узнать какую-то информацию возможно пробивать но лично дело однозначно не собирали потому что сомневаюсь я что в школе был это какой-то залетный маньяк возможно что да но это очень все печально значит что я помню с детства что со мной не общались плотно не дружили мальчики девочка я была неплохая симпатичная не сказать что я была совсем страшная то есть очень много девчонок уже в школе начинали общение и поцелуи какие-то такие любовные в общем воспоминания всех начинаются со школы у меня такого не было парни всегда осторожничали с нами и может быть за это им огромное спасибо возможно что это было просто чистое реальные чистые настоящие и хорошие люди вот сейчас три человека у соседнего подъезда сидят наблюдают алкашня и они сидят на лавочке на холодной на снегу не стесняются скорее всего что это вот эти сталкеры тоже значит в детстве что что воспоминания про сталкеров что я еще помню очень четко очень ясно когда мы гуляли на определенной местности не буду как говорить как она называлась там был теннисный корт и мы собирались с детьми очень часто возле него я как-то проходила мимо детей которые играли в песочнице грубо говоря ну совсем маленькие и услышала такую фразу опять пошла туда то есть ребенок который вообще не в курсе этого всего он естественно и знать не знает куда я могла пойти и кто я такая и зачем то есть скорее всего подключение уже было осуществлено и подключались они по всей видимости часто судя по последним четырем неделям что они очень много записывали из моей памяти вот это такое наблюдение совсем маленькой девочки с 20 лет я точно со мной точно играли в любовный мир значит было очень жутко очень насильное внимание от мужчин многие хотели подвести до дома встретиться написать позвонить очень жестко меня призывали на работе я работала тогда в магазине значит один охранник очень очень вклинился ко мне в душу что сказать про него мы с ним никогда не не имели интимных отношений но ощущение в 20 лет девчонки что парень нереальный симпатичный классный он заботится о ней естественно у меня была такая любовь и я не понимала почему он ко мне не подходит и не признается в этом ну собственно чуть позже расскажу что он еще делал значит внимание мужчин было колоссальным просто нереальным слежка под окнами то есть я уже в 20 лет я знала что у меня за мной приходят сталкеры даже если я уезжаю в область я часто бывала у друзей в области военном городке сам сами люди в этом военном городке рассказывали очень много интересных вещей дело в том что меня отвлекают вот они сидят они делают различные вещи они отвлекают меня я немножко забиваюсь стараясь на них не смотреть значит он мне рассказал что за мной именно вот такая вот происходит история слежка что таких девчонок очень много парней много делают они это якобы бесплатно потому что их заставляют значит эсэмэски показывали мне эсэмэски где то есть эсэмэски было написано где она она с тобой ну знака вопроса и вечером часов 7 был звонок всегда как они рассказывали что это звонки из разных симок и собственно что спрашивали с тобой ли она вот контролировали абсолютно всю жизнь полностью зачем для чего делали непонятно хотя я приехала буквально там через два дня туда и ну приехала приехала как бы и продолжали бы следить зачем нужно было вплоть до то есть настолько записывали всю жизнь девочки двадцатилетние это вообще ну на самом деле очень странно то есть для чего это делать вообще непонятно у парней у самих у сталкеров этих у самих сносило крышу может быть они не сталкеры может быть им просто что-то рассказывали и какие-то маломальские деньги платили может быть они даже не подключены и может быть они вообще просто как в моем окружении они уже задавали информацию собирали возможно было и такое у парней сносило крышу потому что это все рассказывали говорили что ты хорошая девчонка то есть что я тебя люблю я тебя всю жизнь любил и то есть были такие случаи что парни пытались уйти вот от этого всего преследования и террора и забрать меня увезти то есть вот собственно двух человек я помню второй человек когда его по итогу как мне рассказали что его били чтобы он уехал так как у него якобы была жена в другом городе что тоже невозможно что было неправда второго молодого человека они били и потому он мне звонил ревел я не могла понять как может сержант реветь что с ним делали и он не мог мне ничего рассказать то есть я думал что его убьют у себя там в военной части вот в итоге оказалось что скорее всего что его били из-за меня чтобы он уезжал в итоге он мне сказал что он уезжает и мы собственно как бы вот так вот и расстались с ним он мне потом позвонил ей и сказал собирай вещи значит бросай документы и мы с тобой уезжаем я говорю как я могу с тобой уехал мне там было 20 с чем-то лет там 22-23 как я могу уехать этому городу я здесь живу у меня здесь родители я ищу ребенок как я могу собрать вещи и уехать я даже тогда еще не понимала что со мной происходит вот и собственно он сказал он бросил трубку и я больше номер был недоступен то есть этот человек был настоящим и остается возможно настоящим солдатом который хотел из этой истории меня вытащить а я дура этого не понимала значит слежка была везде под окнами постоянно то есть я уже после этих всех разговоров 20 лет я уже это все знала я уже к ним привыкла я думала на самом деле что они мне помогают что я начала уже вставать на их сторону потому что если парень у парня реально была там жена беременная или с ребенком в городе а он с молодой девчонкой тусил военный солдат и он со мной встречался и у нас были реальные отношения я думала что может быть они реально мне помогают и хотят помочь они ему там надавали по морде пару раз чтобы он от меня отстал и собственно так происходило с каждым молодым человеком я думала какие молодцы они ведь ходят наверное так в городе порядок наводят вот так вот я собственно думала до определенного времени а значит все это естественно продолжалось с играми как я понимаю были подключения потому что конкретно охранник в магазине мне однажды сказал такую вещь а ты себя вчера случайно не хотела убить я говорю ну да я хотела покончить жизнь самоубийством кстати отмечу в школе что в школе постоянно хотела спрыгнуть с крыши то есть мне снились такие сны нереальные что все время лестница расходится и я падаю либо я прыгаю с крыши то есть постоянно было внушение того что мне нужно покончить жизнь самоубийством в школе и вот собственно сам охранник сам человек сталкер об этом мне говорит то есть откуда даже если операторы сидят и занимаются прописанной программой откуда сталкер может знать что я вчера хотела покончить жизнь самоубийством то есть получается что эта информация вся полностью вносится сталкерам приподносится вчерашний день точно не проигрывают это правда в какой-то извращенной конечно информации то есть сталкеры даже половины наверное не понимают того что происходит в реале возможно они сами пытаются понять потому что очень много взрослых людей не детей но во всяком случае такие вопросы задавать это очень странно и когда я сказала что да я хотела покончить жизнь самоубийством он мне говорит а почему не покончила вот я была молодая девчонка я похихикала сказала что в ванне кто-то был и я в ванну собственно не попала то есть я хотела себе резать вены вот такая история про двадцатилетние значит насилие плюс этот охранник всегда находился со мной на связи он меня все время возил везде куда надо было по работе особенно он всегда довозил меня до дома хотя мне от работы до дома было буквально меньше десяти минут пешком он всегда он всегда был моей опорой и моей заботой во всяком случае я так думала но в реальной жизни у него была жена которая еще в итоге оказалась беременна хотя мне он рассказывал историю что жена у него они живут три года вместе что у них детей нет он с ней хочет расстаться что якобы он от нее реально уходил уходил он реально от нее или нет я уже не знаю но кажется что да потому что она устраивала истерики его родителям ему он срывался с работы ехал к ней то есть она беременная и не понимала почему он от нее уходит возможно что его заставляли этим всем заниматься и если это правда то я его абсолютно не виню он фактически сделал все что мог всегда смотрел на меня глазами то есть он хотел мне что-то может быть сказать он слушал их возможно что он подключены тоже он всегда заботился то есть плохого негативного от него я не ничего не чувствовала кроме вот вот этого разговора вот возможно что он самый занимался насилием раз такие вопросы задавал но он не оператор это точно потому что когда я ну когда мы увылились когда нас всех раскидала жизнь то он уже в моей жизни никак не участвовал там один раз пару раз я его увидела один раз просто у машины второй раз где я работаю возможно что он специально приехал посмотреть как дела но больше я с ним никакого общения не имею и часто по жизни его встречаю его лучшего друга который работал вместе с ним они даже живут в соседних домах он всегда улыбается добродушен чтобы от него был негатив чтобы он был тоже сталкиваем это однозначно потому что тоже все время улыбается и пытается мне что-то сказать воздействовать как-то не знаю подколоть как-то но наше общение сводится привет и пока то есть все что собственно от этого сталкера он скорее всего тоже уже этим не занимается возможно он тоже был под замес неизвестно но я его встречаю по жизни по жизни этого конкретного человека встречаю всю жизнь он привозил мне стиральную машину домой он работал каким-то грузчиком он там где я работала в соседней кафешке привозил какие-то документы занимался видимо был поставщиком каких-то продуктов то есть я его видела он даже внимание на меня не обратил я его видела там где он живет в этом районе у нас проходило обучение по работе и почему-то он мне навстречу навстречу шел плюс в этом районе я у них еще работала он заходил ко мне я ему